ну что то мне не нравится но на мой взгляд они немножко подраслабились в любом случае сейчас посмотрим о у нас уже тут игра началась а мы заслакали да нет но но чуть чуть да мы же там мы выговорились в принципе еще ничего даже не пропустили тут ток подгрузка идет в любом случае мы услышали если бы там какие то пикибаны пошли ну я надеюсь что мы посмотрим мощную игру алгорит снова зажгут ну я не могу сказать что я как бы немножко за них болею мягко говоря они это заслужили свои предыдущей игрой black legion пока показали хорошую игру но я бы здесь даже больше отметила и команду эволюшн которые так затянули хорошо игру создали какую-то интригу итак у нас первым баном профит инвокер антимаг ликан сегодня знаешь такие уже типичные для сегодняшней игры банны но и вообще которые все время вообще для всех они примерно одни и те же я на самом деле сейчас с удовольствием но мы видели игру с интимагом я бы с удовольствием посмотрел бы игру с ликаном я думаю с удовольствием любая из команд пикнула бы этого ликана но никто не даст и так шаду демона опять отдают и его тут же забирают тэйл ну особо даже не раздумывая и смотри первый пик точнее первые бандвендры да сегодня забирают и кристалл мэйдон в свою очередь интересный ответ так пока идут пики есть возможность отлучиться буквально на 30 секунд я это сделаю но я пока посмотрю что он будет дальше чем ответят на кристалл q ай лавли на самом деле очень странная помните как название команды так хочется их почему-то дай лайк или назвать так неужели поеду дополнительное время друзья что почему-то и ла думают над тем но действительно шеду демон как бы был весьма понятным пиком особенно мирана мирана и сразу после явинга так кажется я на самом деле где-то это уже видел чем ответят именно это black legion сегодня мы кстати видели довольно неплохой игру за скорпа может быть сейчас нас хотя я конечно не сильно ожидаю но очень надеюсь что появится кто-нибудь вот допустим как в одной из прошлых игр был клокверк просто очень порадовал этот пик хочется видеть кого-нибудь еще да пошло дополнительно так и и и и и и нет пока что все таки молчат с пиком можно временно не то что посмотреть переключиться в чатик переключиться на сетку посмотреть что нам там вещает я очень жалко что пока что не вижу результата а а а а а а и 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 очень долго думали Блэк Лиджин насчет над этим пиком. Да, то есть изменения, я так понимаю, минимальны. Да, у нас I Lovely у нас сейчас имеет Shadow Demon, Мирана и Вингу, и в ответ на это Скорб, Кристалка и Дарксир. Ну, такой очень, на самом деле, гибкий Винга и Shadow Demon. Винга и Shadow Demon, это уже понятно. Мы уже видели, что это будет в исполнении. Очень гибкие герои, то есть Саппорт отличный, Винга там со своим свапом, станом, тоже можно сказать Shadow Demon, очень универсальный астрал, который можно и врага посадить, и себя посадить, и любого юнита, то есть вот такие скиллы, они очень всегда помогают. Шейкер, Пак. Вот я Пака вообще не понял, зачем они забанили Пукой, это... Я, во-первых, его очень давно не видел, тоже, и как бы в текущем сетапе I Lovely я тоже его вообще не ожидал. Ну, вот такой вот, бояться Пака по какой-то причине. Ну... Да, интересно, интересно. Аэл, отомстите им. Аэл, имба, это не Адоль, случайно нет, это... Слушай, а прошлая игра Аэл против Бэк Лиджин, ты пик примерно помнишь какой? Может быть, исходя как раз из той игры, они сделали такие баны. В прошлый раз у Аэл был Разор, я точно помню, а у Бэк Лиджин Джиггернаут. И, естественно, ну, это были самые жесткие кэри, которые были на тот момент. Естественно, Джиггернаут, он вне конкуренции по сравнению с Разором, ну, в самой такой поздней стадии игры. Джиггернаут разорвал. Тини, ой, не знаю, очень давно я хотел посмотреть игру за него на Томире. Опять забирают вайпера себе. Да, ну, смотри, вайпер, шэдоу демон, то есть тут как бы... Так, говорят, что ESL оффлайн, я так понимаю, это сайт. А, ну, ничего страшного, я уже думал, плеер, нет. Ну, вайпер это хороший вариант в плане хорошего магического резиста, ну, то есть он тоже такой прочный, но вот в отличие как раз-таки от... Ну, вайпер не является таким прям ультра, убер, хардкерри, как антимаг. Хотя, опять же, не стоит его так прям недооценивать, он наносит хороший урон. Интересная мне, я так понимаю, Мирана у нас взята... Ну, три соло должны быть у А.Л. Если они собираются играть в ту же... Ну, ерунду... Ну, просто собираются ли они так играть? То есть будет ли такой пик у Блэк Лиджин и рассчитывают ли они на него? А почему не играть... И вот Баунти Хантера собирают. Почему не играть, опять же, ту же стратегию, которая приносит им успех? И в прошлый раз она окупилась на сто процентов, учитывая, что я не могу сказать, что прям, ну, отвратительно действовала команда Икс. Единственная, ну, такая вот ошибка, все-таки, мне кажется, надо было наказывать Shadow Demon с Вингой, стоящих на варде там. Для этого была возможность, с другой стороны, это не так просто. Ну, Shadow Demon сложно наказать. Он очень гибкий. Да, мы, тем более, мы видели просто божественные сейлы от него в той игре. И я надеюсь увидеть такую уверенную игру и сейчас тоже. Трое же есть из того пика. Viper есть, Vingay есть, Shadow Demon есть. А что там еще было? А что там еще было? Мирана и БХ. Там был Shadow Shaman, по-моему, да? И еще кто-то. Не помню. Ну что ж, Тинник. Тинник, Dark Seer, CM, San King. Очень много всякого АОЕ понабирали Black Legion. О-о-о-о! И еще один АОЕ. Мега АОЕ-шный герой. Один из самых жестких дэмэдж-дилеров на самом-то деле Shadow Fiend таким и является. У него есть ряд минусов, по которым мы видим редко, но, поверьте мне, дэмэдж способный наносить он с руки в поздней стадии игры и вначале с своими скиллами великолепными. Слушай, ну представляешь, что это может быть Дарксир со Сэфом, Сэнд Кингом и Тинником. Все в кучу и получают Эвеланш, Эпицентер. Я вот этого на самом деле, я что-то проморгал. Я забыл про его вакуум. Конечно. То есть у нас получается вакуум, ульта, при этом как бы еще подкоп Сэнд Кинга вместе с ультой, да? Кристалка и... Ну да. Ну знаешь, это в теории все очень круто, но мне интересно посмотреть, как Сэф собирается выживать против Винги, Шадоу Демона и БХ. Мне еще интересно, не просто, да, как это в теории, но мне интересно будет на это посмотреть, если это удастся исполнить. Потому что подобное комбо, это будет очень красиво. Ну это будет минус 5, если оно в начальной стадии игры и без особого преимущества. Ульты Сэфа и Сэн Кинга хватит с головой без дополнительного урона, чтобы уничтожить все и вся. Ну не говоря уже о том, что там АОЕ-ЦМ, АОЕ-ТИНИ, еще и Кайлами можно пройтись. И Дарксир сам вакуум тоже какой-никакой урон наносит. То есть тут Убер. А в свою очередь у Айлавали больше на точечный упор идет. Да, тем более у нас все-таки взят БХ. Ну один Шадоу Демон со своим Соул Кэтчером и Демоник Пурджем способен в одну цель очень многое внести. Итак, у нас будет интересное противостояние Вайпера на этот раз против Дарксира. Ну не знаю, если Вайпер чувствовал себя великолепно против ВР, то против Дарксира, я думаю, у него тоже будет все неплохо. ВР с Эн Кингом на легкой... И смотри, кстати, мы видим, что действительно Шадоу Демон и Винга снова по той же... Вообще, я могу тебе сказать, что капитан команды Айлавали, это МБ Эльф, который сейчас играет на Балант Хантере, он еще с первой доты любил такие штуки, то есть я как бы не особо хорошо и не особо много его знаю, но у него там была популярная, вот они как играли, Шадоу Шаман и Драгон Кнайт на роуминге. Вдвоем тоже они бегали, рассекали. Здесь немножко другая тема. Мне кажется, эта тема гораздо более привлекательно смотрится и уходит, посмотри. Да, они, я так понял, на низ кого отправили. Тут вообще какой-то пока что экшен. Снизу Вайпер, как и в прошлой игре. Да, снизу стоит Вайпер, но я просто видел обозначение туда. И здесь Дабла будет на миде, вот здесь, конечно, Гангать не так будет легко с Даблой. И смотри, стоит Шадоу Демон. Здесь же, здесь стоит Шадоу Демон, вот и лов. Наглый, наглый очень Шадоу Демон, он ведет себя очень вызывающе. Вот, но при этом, и при этом это приносит успех, посмотри, боятся. И он не агрит на себя никого, и по сути дела Мирану продолжает фармить. В этот момент Винга подкрадывается к Дарксиру. И причем делает это очень грамотно в обход вардов, хотя Вижена у нее никакого нет. Ага, она пошла даблстэчить. Успеет или нет? Три, два, один. Сатир один остался, и даблстэк не удался. Да, чуть-чуть. Но, смотри, она заходит на Дарксир, и Дарксир видит, уходит. На Сурджи. Ну, она не стала тратить стан. Здесь, в инвизе у нас. Интересно, как все-таки Баунти Хантер. Ему ведь очень сложно придется против Финда и Сен Кинга. Реально очень сложно против такого даблы выстоять одному, тем более, вот такому. Он фарма практически не будет иметь, да и еще и вопрос, как он. Ну, вот мы видим, что изменили свою стратегию о лавре, то есть никакого роуминга не будет, ушла вниз. Заходит, смотри, сейчас Скорб. С руки идет какой-то ковыряло вот такое. Это не лучшее. Ну, сейчас, благо, критов нету. В любом случае, Сен Кингу меняться с Баунти Хантером вообще не лучшая затея. Ой-ой-ой! Ну, промахнулся здесь, промахнулся Афинд. И СФ вообще он, как Койл, не кидал. Он не кинул Койл, он застопил его. А, да-да-да. Ну, вот не знаю, не решился. Ну, там первый Койл, там не такой большой дамаж. В любом случае, вот, БХ меняться здесь в Солкетчер Поевана. Ой, сейчас будет ТОС. Нет, ТОСа не было. Нет, ТОСа не было. А, мог бы убить, наверное, хотя второго левела, ну, не стал, не стал. Не знаю, Ману может поэкономил, хотя есть такой спорный вопрос. Сын Кингу с БХ меняться по ХП нет никакого резона, потому что у Баунти Хантера у него защиты уйма. И с руки он Сын Кинга, ну, там еще критов не было. Ну, мы видели, на самом деле, как-то. Там очевидно было то, что он не просто передамагивает. Ну, вот Сын Кин грамотно хотел заманить, но вот почему-то СФ. Так, сейчас можно ловить себя, но он ловит Тинни. Тоже хорошее решение. Да, если ты поймаешь себя, то Тинни потом не отпустит. Ну, Шадоу Демон показывает. И обрати внимание, как классно Винга отыгрывается. Она не дает Дарксиру фармить. Да, да, да. Так, я сейчас просто бегаю по лайнам, смотрю, как у нас наверху периодически ползает там Баунти Хантер. И так, я думаю, присталки сейчас отправиться наверху. Посмотри на количество крипов у Дарксира. Один крип ему достался. То же самое на миде Тинни, практически без крипов, в отличие от Мираны. И по голде мы имеем уже 500 голды ниоткуда, несмотря на то, что не было там никаких киллов. Ну, вот, айлавали вот за счет таких вот кулачей. То есть, они берут как раз стратегию не дать фармиться, да? То есть, не так, в принципе, здесь важен эйскринг. Хотя... Да, они просто доминируют на лайнам. Это даже сложно назвать какой-то стратегией, задумкой. В любом случае, в доте, если ты можешь доминировать на лайне, ты это должен делать. И так получается... Так, я сейчас одну галочку... Беденка забрала кристалка. Так, переставил я одну галочку. Мне кажется, у меня микролаги прекратились. Ну да, там наш город, что-нибудь не было немножко лаги. Нет, там то, что твич лагает у кого-то, это стабильно всегда есть, и от этого никуда не деться. Какой-то процент пользователей, не знаю, но терпит, к сожалению. Баунтихантер, что Баунтихантер вообще по крепам ты имеешь? Один у меня, на самом деле, все не очень хорошо. Ну он терпит, это такой какой-то терпильный, терпильный баунтихантер, и вот здесь очень опасно. Солкетчер пошел. Ой, все, это минус. ФБ. Стрела влетела. Тут же стан застачили дизейблы, но абсолютно не критично под соулкетчером выжить. И вайпер! И вайпер сразу после этого забирает Дарксира. Слушай, ну просто, на самом деле, замечательно сыграли. Ну, вайпер, там, я не знаю, как он, один на один вгрызся. Видимо, просто вгрызся с помощью поезда на атаки и не дал отступить. Здесь же отлично, Шадоу Демон держит в страхе и продолжает. Да-да-да, так, ну это так, у нас наверх сейчас идут иллюзии, но может быть просто хотят дать немножко пофармить. Сейчас дать немножко пофармить БХ, потому что ему совсем, насколько я знаю, сейчас печально. ТОС просто. ТОС пошел. Ой, Солкетчер, поймали Тиниф, Солкетчер. Минус. Все, нет, никак не выжить. Слушай, что творит демон? Я просто не понимаю, есть ли... Действительно, был первый такой хороший очень прием, да, на Солкетчер. Почему так... Почему не аккуратничают в Black Legion? А что делать? Они стоят вдвоем, вроде особо не высовываются. Но приходит просто Шадоу Демон, он как-то выбирает так в момент... Ведь поймать вот в этот скилл, это не так просто. Там нужно выбрать, когда нет юнитов вокруг. Но вот он приходит, ловит, и все. И тут же, как бы, выйти нереально. Ты выходишь сразу под стрелу. Это, видишь, еще фишка, мы видим, что они берут эту связку не в первый раз. Видимо, уже наработано. То есть, Мирана знает, когда нужно выпустить стрелу. Винга знает, когда нужно дать стан. И это все в сумме скапливается. Смотри, демон, кстати, пришел сейчас наверх. То есть, видимо, сейчас будут стараться принимать винда. Да, и в финду будет очень сложно уйти. Вместе с демоном здесь же сейчас винга. В смоках они. Так, пошел. Солкетчер поймает или нет? Ну, Сэн Кинг, хорош. Есть, то есть, минус финт 100%. И остается здесь такая, один Сэн Кинг. Ну, что за вообще... Так все классно сделали. В Солкетчер, кстати, на этот раз попал крип. Вроде бы так все классно сделали. И Сэн Кинг отлично отыграл. И финт начал откидывать кайлы. Но все равно не хватило. Вот это как раз вопрос о том, почему же в каждой игре мы видим забаненного шадоу-демона. Да вот почему. Ну да, и здесь, опять же, смотри. Ты сказал, что сейчас как бы крипай поймали. Но в любом случае винга, которая бежит рядом, она страхует свои балды. Финт убил сейчас баунти-хантера. Притащили СН3. И сейчас вот на миде. Да, 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 вижу, вижу. У меня больше такой вопрос. А как дают второй раз пикать? Ну это же халява. Второй раз. Видимо, они просто не смотрели итоги этого матча. То есть не в курсе были. Я не знаю. Об этом можно будет потом спросить у ребят из Black Legion. После этого стрима в любом случае, да. Не важно, чем закончится игра. Потому что вопрос вот такой как бы насущный. Если сейчас посмотреть по преимуществу. Ну чуть-чуть они, правда, ослабили. Но все равно в плюс полторы тысячи играют сейчас. Посмотри, как Финт. Ну Финт это Финт. Буквально оставили его ненадолго на фрифарме. И тут же он уже догоняет вайпера по крипам. Ну потому что фармить им, конечно, очень приятно. С его кайлами. Плюс его же сейчас очень сильно подняли от того, что он был... То есть последним патчем его подняли от предпоследнего патча не так сильно. Но если два патча суммировать, ему добавили шесть душ целых. И добавили там... Я не помню, что ему еще добавили. Кроме шести душ. Что ты ему еще добавили, в общем? Ну прижавание... А, прибавку к агилете, точно, точно. Так. Ты там, я так понимаю, чем-то увлечен каким-то просмотром статистической. Я сейчас на самом деле просто анализирую карту, смотрю, что, где, куда, как происходит, потому что стараюсь сейчас зацепить, где будет следующий момент. Потому что, видишь, у нас сейчас... Фи, значит, шагл демон прячется сейчас в ресурсе. Видимо, они сейчас будут стараться как-то сливать фенда, не давать ему фармиться. Самое забавное, что демон у нас до сих пор без девайсов, пятого ловла и такой вот он кишмиш устраивает. Ну, он сильный персонаж. Сильный персонаж, да, с башмаком, действительно, тени его видят. Да, ну смотри. Это жесть. И смотри, что делает. Ты видел вот этот мув? И еще минус второй. Ты видел мув от Shadow Demons, как он ушел от Эвиланша? Да. Просто какое-то джедайское шестое чувство включил и ушел. Не, ну здесь смотри, здесь вполне можно было ожидать грешков, потому что сейчас она как бы полетит. Но как он это сделал, действительно очень. И опять хочу отметить действия Мирана. Да, Зул, великолепно играет. Он опять попал стрелой после Soul Catcher и Астрала. И Soul Catcher на этот раз раскачан уже не там не на один, на два, а уже на три левела. И мы видели, какой чудовищный урон тени получил. Это очень больно. Ну, страхует очень хорошо демона. То есть, как бы, видно, что любой раз, когда они выходят, когда они ловят, собственно, кого-нибудь, обязательно делается килл. Обязательно делается килл. То есть, результативность здесь очень хорошего уровня. Ну да, то есть, начинался, там все вообще не видно. И мы видим, что сейчас 6-1. Все привело к 6-1. Начиналось там все же невинно совсем. Вроде как стояли, просто тени с шадоу-демоном смотрели друг на друга. С разных берегов. И вдруг раз, и... Что, причем у нас, смотри, сейчас, если посмотреть по киллам. У нас 3 килла на Миране. По одному, ну, то разве что. У нас столько венга ходит. Без киллов. Все. Мирана получает, в принципе, сейчас очень даже неплохой атаку. Так, тут Баунти Хантер в опасном ситуации. Да, но... Шадоу-демон. Ловит, забирает Скорпа, но при этом все-таки отдает БХ. А что ему там влетело-то? Койл, что ли? Я просто уже... Я в этот момент с Скорпом успел поговорить. И смотри, нанизу-нанизу принимают вайпера вдвоем, Тинни и Кристалка. И Дарк Сира все равно вайпер при этом убивает. Дарк Сира все равно забрали. Вайпер, в общем, очень колючий. И хочу опять... На этот раз хочу отметить лаг. Шадоу-демон на этот раз кидал просто в кучу соул-кетчера. И опять попал. На этот раз это был рандом. Причем процент был порядка 20, наверное. Там юнитов 5 было. И он попал, и сверху еще и ульт был. Поэтому, естественно, Сэн Кинг там никак не выживал. Ну что ж, вайпер затерпел у нас. Но здесь Тинни, понимаешь, у него уже 7-й левел. У него есть ульт и 4-й тост. Поэтому там, конечно, выжить было бы слишком большое. Знаешь, я просто сейчас читаю еще чат. Есть, как бы, да, такое мнение, что после 50-минутной игры Black Legion все равно немножко устали. У Уиллов было время отдохнуть. Как-то обсудить, ну, допустим, тактику. А вот Black Legion сразу после игры отправили следующий. Здесь это не имеет никаких определенных значений. Смотри, засада какая хитрая. И увидит, подкапывается туда Сторг и... Ой-ой-ой, это чудовищно просто. Сейчас еще и затерпит. Димоник Пурдж пошел. На кого только я не вижу. На Сэн Кинга все-таки. Мирана, есть ли Старфол? Нету Старфола, есть лип зато. С ДД, Тинни. Да, причем, как бы, у него взята ульта, взята ДДС, но... А как они увидели, что там зашли, я вот не совсем понял. Там не было варда, возможно, они видели... Хотя, или немножко раньше, не понимаю, не понимаю, я... Ой-ой-ой, какая стрела в тине! БХ? Крит? О-о-о-о, Старфол не увидел! Что? Вообще, что-то... Валидол. Капелька пота упала на клавиатуру. БХ не подсветил Старфол. Не попал Тинни, но все равно хватило урона. Все равно забрали, развернулся. Слушай, какая стрела была четкая. Ну, я бы вот не стал говорить по поводу там... На мой взгляд, слишком пока что жесткое преимущество. Еще не ГГ. Безусловно, борьба только вся впереди. Прошлая игра начиналась примерно так же, и Блэк Лиджин там затащили. Здесь у них также имеется Шадоу Финт. И Шадоу Финт здесь способен вынести все и вся, если ему дадут раскачаться. А пока что ему, в принципе, это дают. Ну вот, посмотрим. Пока что... Все достаточно неплохо. Так, у нас сейчас... Так, на Финда, кстати, поднимается сейчас Демон. То есть он сейчас будет как-то стараться контролить, я так понимаю, верхний лайн. На Меду у нас с обеих сторон трое. Но уходит сейчас на низ БХ. Видимо, Дарксир они просто так не... Мирана просто шикарный мув. Прочувствовала, что сейчас Сен Кинг полетит. Ну и, в общем-то, так ушла уверенно. Сен Кинг не долетел. Слишком тяжелый оказался. А смотри, сейчас очень интересный момент может быть на нижней руне, потому что сейчас уходит здесь Дарксир. То есть все, ГГ Дарксирует, вообще никак не уйти. С подтреком, то есть и вакуум, да. Я просто считал, что Дарксир сейчас будет уходить на Руну, а к нему туда подтянутся как раз Блэк Риджин, и может быть мы там увидим такой серьезный замес. Но он ушел через низ и просто к нему не успели. В любом случае там, по-моему, ТХД его перехватывал на Винге, он там контролировал эту ситуацию, он уже шел на перехват. Конечно, как-то он залез невнятно. Там под треком против Вайпера очень сложно было выставить. Вообще, пока я даже не берусь говорить про какие-то особенности пика, пока очень сильное исполнение. Вот единственное, по пику могу сказать, что Shadow Demon, конечно, он, его вот этот вот пик отыгрывается. Он бегает абсолютно голый, вардит, и при этом убивает. Это чудовищно. Да, и пока мы видели только один момент, когда, собственно, его забрали, и причем, ну, может быть, это лаг, да, может быть, они действительно как-то видели. Я просто так под... А, стоп, подожди, там же стоял вард. Там стоял вард, а вот... Вот где сейчас стоит. Да, где сейчас стоит. Он там кончился, видимо, но... Нет, 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 он был, был. Нет, тогда его не было, то есть это новенький, свеженький стоит. Он, видимо, был изначально. То есть, в момент, когда они зашли, он кончился, я специально тогда еще прочекал. Но они уже знали, что там. Да, они просто видели, что они туда прошли. Поэтому, да, я просто помнил, что там вард, я просто не помнил, чей, как-то у меня... Я крайне раз его зацепил. Я хочу отметить, что на данный момент Финт по крипам он опережает, Вайпер, по пока что голде нет, но, тем не менее, фармит Финт очень-очень сурово, и у него уже практически БКБ. Ну, знаешь, там разница в голде соль. Ой, сейчас Шадоу Демона будет очень непросто, если... Нет, не дотягивается Дарксир. Шадоу Демон прочувствовал вовремя ситуацию. Буквально еще секунда промедления, его бы не выпустил. СФ. Хотя там тоже такой момент. Ну, не, вряд ли, вряд ли бы он ушел. Там слишком жестоко могли наточковать. Ну, вот СФ это настоящая проблема, настоящая заноза, может быть. Потому что пока что его... Ну, он имеет положительную статистику, как не крути. Посмотрите, что он делает. Два Кайла, три крипа. Все. Крипов забрал, ушел. Да, при этом в Затаре сейчас у него... Так, бежит Винга, у Винги нету девайсов. Санкинга никак не выцепить. Но при этом, смотри, на ней сейчас зашел Финк. Будет ли он продолжать? Будет ли он идти дальше? Я думаю, что, ну, прям так он не будет танковать. Все-таки Финк, он достаточно дохлый герой, не способный на какой-то... Но сейчас с нижней руны, и там мы видим, что крутится Тини, а встретил он Мирану. С ДД. Да, Тини с ДД. Мы уже видели, что это как бы значит, но его встречают просто втроем. Ой, он тос откидывает. И в Ланше нету. Да, да, да. Чуть-чуть... Так, так, нет, нет, я просто думал, что сейчас все-таки Тини заберут. Тини сейчас будут уходить через вышку. Смы, какая муспит хорошая. За счет тульты. Мимо стрела, минус Мирану. Посмотри, просто... Ну, не знаю. Мирану просто сожрали. Здесь такой момент есть, что Тини откинул Лавеланш рановато, и поэтому он только тосом смог. Я, наоборот, я смотрел, как бы он Тини там кого-нибудь не сгрыз, потому что у него же про хаст, то урон чудовищный. И... Да, сейчас у нас... Так, Шадоу Демон на кого-то кастанул Солкетчер. Все, ульт пошел на СМ-Минус СМ. Сен Кинг забирает Вингу, минус Синий тем временем. Вайпер, с ума сойти, где он? И у нас здесь стоит Скорб. Скорб 300 хп. Сейчас он... Ой, сейчас настекают ему, нужно уходить. Шадоу Демону нельзя. Четыре стека и до свидания. Глаз так у него, и за ним бежит Вайпер, между прочим. Не остает? Нет, в общем, все-таки его отдать. Оставит покоя. Ну, действительно, под проб лезть-то ему смысла вообще никакого нет. Слушай, какой же Демон-убийца? Я вообще... осознаю это. И сейчас... Вообще, заметь, в Доте все герои с приставкой Шэдоу являются очень сильными. Шэдоу Финт, Шэдоу Шаман... Шэдоу Прист? Шэдоу Прист, Шэдоу Демон. И все. Это просто в свое время любимейший был Чар в Доте. Шэдоу Прист. Ой, Финт, да, закидываю. Так, главное, у нас Лиду сейчас занес, забирают... Да, минус Демон. В ответ, к сожалению, у нас ничего не произошло. Я только не понял, зачем сейчас был ульт. Скоровил ульт абсолютно точно. Нужно было стопить. Зачем он его использовал, непонятно. Он, может, думал, что там какой-нибудь Бхаван визе есть рядышком. Ну, Демона, да, Демона там цепанули все-таки. И его ланчим. Но, опять же, такой Демон, посмотри, он отличная разменная единица. У него ничего нет, все равно скиллы-то у него остаются те же, но главное, эксплуатировать. Это не Кэри, это... Да. Гангер, прежде всего. Гангер, который сибирь не забирая ничего, обеспечит очень уверенные преимущества своей команде. Так, КСФ подходит к вышке. Вот эта неприятная тема. Всего ли учитывая весь его, да, набор, который он имеет, это очень мощный единица. Так, у нас Дарксир Базил Вашмак. Баунти Хантер наконец-то дорвался до крипов, начинает там рубить оголтело. Да. Давай, наверное, посмотрим сейчас по статистике. Что такое происходит? Каждая вторая руна ДД. Рандом. И опять, опять это ухуити, да? Сейчас же как? Сейчас же не может две одинаковые руны выпасть подряд. Но, тем не менее, через анду ДД выпадает. И смотри, у нас сейчас наверху БХ, к нему подтягивается. Сейчас на верхней руны Тине. Тут же стоит Дарксир и успеет ли он уйти? Гречка. Толст под вышку, конечно же, под вышку. И вакуум все минус. Я вот не понял, зачем мульт ловит опять в соулкетчер, опять минус СМ. Ну, опять же, по принципу, надо кого-то убивать, да? Если сейчас здесь ловить кого-то еще, не факт, что его удастся закрыть. Но при этом сделать минус один очень важно. Да даже не по такому принесу, просто поймали. Ну, СМ, ей хватает, соулкетчер ульт. Все. У нее хп нету абсолютно. А еще туда стан прилетает, снимает там очень много. Пошел натыкивать яд. 1,5 у нас, кстати, играет СМК и 1,4 у Тинни. Это очень плохо, что я могу сказать? Крепы сейчас все распадаются. Да, плюс включен глиф, но нет, их не заберут. Кипман нету, у Shadow Demon. У Тинни включил ДД. И сейчас у нас там пота поднимает Синнинг. Смотри, кстати, пользуясь этим моментом, сейчас у нас вайпер с Мираной и просто забирает вышку. И будут, я так понимаю, пушить дальше, потому что к ним пока еще никто не отходит. Миран почему-то не включает Акилл и Ринг, не знаю. Это, мне кажется, стоило сделать. И тем временем БКБ СФ хотел раскастовать ульт в лесу, но вовремя одумался. Я даже там не увидел анимацию, у меня просто когда наушники достаточно неплохие, поэтому когда СФ кастует ульт, это невозможно не услышать. Басы жесткие очень идут. Там же просто это вторая дота, все на спецэффектах завязано. Да, все слышно. Кстати, посмотри, здесь Миран, Мираном за Дарксиром стопнула. Неужели вот сейчас не заметил? Нет, там она не особо его стопнула. Она... Ну, он просто пробежал вокруг нее, то есть как бы, не знаю, ух! Ты видишь это? С центрии поставили, она за секунду до этого ушла. Это такое вообще? Я говорю, джедая за команду, а я играю. Я не знаю, как они это чувствуют, но это на самом деле какой-то лак. Казалось бы, но слишком много его. Ну, может быть, не знаю, по-моему, может быть, действительно им сегодня везет, то есть мы уже не раз это замечали. Да я склонен к той теории, что один раз это случайность, два раза это совпадение, но три раза это уже закономерность. А смотри, мы, когда еще только начиналась эта игра, очень много... так, успеет ли он убежать от Финда? Нет, от Финда он убежать не успеет, но тут появляется еще Мирану, забирают Мирану, зачем-то кидают... Нет, все правильно, все правильно. На нем был Демоник Пурдж, и он очень жестко раздавал, поэтому нужно было Финда засунуть куда-то, и потом его еще чем-то добить. Поэтому Shadow Demon его посадил в кокон. Поэтому он все-таки решил пожертвовать Мирану, и в итоге все-таки забрать его, чтобы он потом... Почему пожертвовать Мирану? Миран жива. Ой. Стоп, подожди, забрали Вайпера? И все. А Мирану выкупалось, наверное, или что? Подожди. Мирану не забирали. Там ситуация была, на дохлую Мирану закинули Сен Кинга, но закинули его прямо под вышку, его было видно, поэтому... А, все, пардон, да, я с Вайпера на самом деле тут попутал просто, я вообще тут сложил столько ощущений, что там была Мирану, ладно, все, да. Ну, Вайпера Сэф передамажил, это... Вайперу сложно все-таки один на один прям с руки тягаться с Сэфом, потому что слишком жесткий урон. Но, тем не менее, он очень хорошо зашел на рампу и как бы тоже... Да, опять то же самое. Посмотрите, действует по старинной схеме. Заходит Вайпер, в него летит все, что можно, пока в него это все летит, его сажают в кокон. Шаду-дем. Да не думали, как бы рассчитывали на вот эту комбо, да. Вакуум, ульта, попкоп, ульта, финда, я просто пока еще... Действительно, это очень трудно исполнить и пока еще я ни разу не видел это хотя бы действие, потому что... У Сынкинга нету даггера. А, подожди, кто-то купил даггер. Кто-то недавно купил даггер. А, Сэф, да. Ну и что-то он тоже пока как-то не это... Даггер у нас есть и Синий, в даггер у нас есть и Сэф. Ну вот в чем преимущество таких вот пика АЛ над пиком команды Black Legion? Чтобы Black Legion пик отыгрался, нужно очень много обстоятельств сложить в одно. Нужно затянуть туда-сюда, всем этим попасть, ничего, чтобы не сбили. А чтобы УАЛ все это отыграл, достаточно просто... Обрати внимание, как вот они ЦМ каждый раз убирают. Два-три скилла, все, минус один. Он проще, понимаешь? И просто не дает раскачивать в этом случае, да? А у нее 10-й левел сейчас. Ну это просто проще, это просто проще, ее просто убивают, на ней кормятся. То, что она там особо не раскачивается, она и так не будет особо раскачиваться. вот посмотри сейчас на стату. Да, у нас сейчас на беду, сейчас забирают просто... Сэф пытается ультить, нет, тут один с БКБ влетает в Вингу минус Винга, однако БХА убивает там... И уходит у нас у Бегетини. Уходит Тини, разменяли один к одному, Вингу на... Ой-ой-ой, встревает сейчас. Нужно сажать в кокон! Успевает. Ой, какой сейчас был вакуум. Вот как раз о чем мы до этого говорили. Да, но недостаточно. Ким все-таки забирает, уйдет ли... наверное, вайпур не уйдет, устанавливает его. Трепла у Тини. Ой, вот это вот вообще был сейчас, если бы убил Тини. Ой, какой Старфол! Слушай, ну это просто сейчас было потрясно. Как поймал Тини. На развороте, на развороте. Как раз, видимо, сразу после засвета. Ну это... Ну Тини-то не видел? А... Да, да, да. Я точно видела. Хорош. На подходе, в общем, мы воспользуемся ситуацией тем, что она выше. Был заездан Старфол. Тем не менее, хочу отметить, СФ купил Дайгер, уже это комбо начинает реализовываться. Сейчас мы видели, Дарксир, он буквально не успел ну долю секунды стянуть. Он стянул поздновато. Там получилось, что все-таки дэмэдж был нанесен не тот, который должен был быть. Да, чуть-чуть разошлись. И посмотрим сейчас по преимуществам. Все равно плюс 5000. Да, ну... Дазу пока мне очень нравится, как он играет. Вот это вот забирание Тини было, который... Я просто, знаешь, перед началом этого замеса, на что хотел обратить внимание, у нас Тини играет... Так, нет. У нас Дарксир 04 и 2.5 кристалка. Ну как там... Ну и СФ все забирает СФ. У него основной урон, плюс немножечко Тини. Да, и если помнишь, в предыдущих матчах тоже был момент, когда Дарксир очень хорошо играл, жаловались на него тогда. Дарксир еще порешает здесь. Очень может жестко порешать. У нас это, по-моему, будет 3 даггера у Блэк Лиджин. Вот очень опасная тема. 3 даггера, когда имеются, будет очень сложно аэлавле что-то с этим делать. Ну потому что из ниоткуда будет каждый раз прилетать СФ, Тини. Все это будет очень неожиданно. Так, ставят СН-3, сбивают СН-3. Единственное, очень много СН-3 они покупают. Не знаю, насколько это окупается пока что. СМ-ка из-за этого не имеет вообще ничего. Ломает вышку. Вайпер. Угрызается в Санкинга. Санкинг уходит. Вайпер получает. Откидывает ему Койл. Но слишком жестко и... О боже. Чуть-чуть просто на... В последний момент вернулся Тини. Куда кинул сейчас СФ? Я вообще не понял. На месте его закинул и это минус должен быть. Да. Видимо, либо промазал, либо опоздал. Я, честно говоря, тоже сейчас... Вот какие-то му от команды Блэк Лиджин, какие-то мисклики порой я вижу вот от того же Тиника какие-то вроде бы все нормально, а потом что-то... Что-то то, да не то. Ой, ЦМка минус. Получает проказ. БХ и что? Нет, подожди. Тут Тини. Спасает ЦМку, но при этом отдастся сам. Хватило Баунти Хантеру. И ЦМка сейчас тоже умрет. Что творит БХ со своей ультой? Это такая жесть. Они сейчас будут продолжать забирать нить. 24-15, 27-ая минута. Не отпускают. Не отпускают. Вот как-то потерялись. И сейчас Айлауэли главное не совершить ошибку прошлой игры. Нужно додавить. Нельзя сидеть фармить. Да у них уже все необходимое. Мирана имеет манту. БКБ, Баунти Хантер. Ну пока нету, но ему как-то оно не особо нужно. От него урона с руки пока мы особого не видим. Он наносит крит, тос, ульт, все. Дальше он уже слабый урон наносит просто. Обычными атаками. Относительно той же Мирана, у которой посмотри какой урон и какой атак спид. Да. Кстати. Отцегивается. Слушай, сейчас забираю этот генбх. Проблема Финда в том, что вот такая на самом деле немаловажная деталь, которая на первый взгляд не очевидна. Ведь он после каждой смерти ему нужно восстанавливать души. Это как бы занимает порядочное количество времени. Ну вот сейчас мы видим, он как раз этим и занимается. То есть приходится ему опять снова настакивать. Да, очень. Это все неприятно. В любом случае это иногда бывает нужно вам куда-то влететь, ультануть. Ну и вообще это же урон добавляет. И погляди, у нас тоже, если посмотреть сейчас на пуш полностью мид стоит в Айлавле. в ответ как бы снесен мид до подъема у Black Legion. Но все остальное так относительно дирекарно. 176 крипов, но 157 вайпер не отстает от СФа. Особо сильно, это очень важно, потому что, естественно, СФу все это фармить легче, но преимущество там серьезное, опять стрела мимо, но как же близко. Да, и у нас сейчас здесь стоит Darkseer. И к нему подбирается Shadow Demon, мы сейчас... Это минус Darkseer. Soul Catcher. Нет, слишком толстый. Еще и Мека там есть. Мека пошла. Это минус Darkseer. Shadow Demon, конечно, умрет, но тут, скорее всего, размен. Финт, ульт, мимо вообще в одного вайпера, который под БКБ. Убивают, тем не менее, там, венгу, но меняют ее на Финда, это выгодный размен. Смотри, они двух саппортов разменяли на четверых, это вообще идеально. Да, и при этом у нас остался на минуту до Сенткин. А ты посмотри... смотри, дальше забирают сейчас прот, и у них есть время, чтобы попробовать пройти дальше. Ну, я думаю, дальше они особо не пойдут, тут все-таки достаточно быстро. Ты просто посмотри на команду, на саппортов команды одной и другой. Винга, ей как бы параллельно ЦМ. У Винги у нас ПТ, Брейсер, там, Стик, у ЦМ Транквил БЦ, Транквил БЦ, Грэжный Стик, Дарксир, Вангвард, ну и потихонечку Пайп. Здесь уже Меку, здесь примерно равная ситуация, но я так понимаю, вардил чуть больше демон, чем Дарксир, все-таки варды лежат на ЦМке в основном, у команды Блэк Лиджин, то есть саппорты даже больше одеты, лучше. Ну да, действительно, они видят, кого отдавать, как и как бы это им очень хорошо играет на руку, то есть успевают вовремя оттянуться те, кого отдавать не надо и фокусят демэдж как раз на саппортах. Вот забрали Вингу, да, Шаду Демона, а в этот момент зацепили СФ и Тинни. Синкин где-то там в сторонке был. И опять СФу сбили души, и опять у него 21 душа только. Это отвратительно. просто в прошлый раз, когда он зашел, я не видел, был ли в этот момент уже включен БКБ. Да. То есть он юзал ульту под включенном БКБ. Он юзал ульту под включенном БКБ, но он попал этой ультой только по вайперу с БКБ. То есть он нанес минимум урона. И там одной он по-моему одной, но максимум двумя полосочками он попал по винге самым краешком это очень мало. Смотри, принимает сейчас иллюзию. Да. А я просто смотрю на него, неужели так? Нет, нет, Так уже отдаваться-то наверное сейчас никто не будет. третий даггер у нас покупает команда. Ну, в принципе все необходимое они нафармили. У них есть три даггера, у них есть Darkseer, у них есть CM. Ну, программа минимум от... Ну и БКБ, конечно, есть у СФ, это тоже важно. Программа минимум выполнена. Тем временем есть барабаны, мека и также, я так понимаю, все-таки в пайп выходит у нас Shadow Demon, манта и уже практически МКБ на Миране. Ой-ой-ой, как же быстро. А вайпер, манта, БКБ и Ванглайд. Да, я как раз даггер у Сенкинга привился к которому после слива прошлого замеса. Сразу после этого он его взял. Он там же фармил где-то в этот момент. Да, 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 на Миду. Ищем он еще и даггер не взял. Ой, сейчас минус-цем будет. До свидания. Просто, ну, не стоило сейчас сажать ее на самом деле, но просто могли успеть спасти. Видимо, решили не рисковать, то есть просто если уж увидели, то забрать окончательно. Потому что я не думаю, что сейчас кто-то бы пошел, наверное, в топор с четверых, учитывая, что Сенкин уже мертва. Какая-то вышка только что упала, я не совсем понял, какая. Ну, можем смотреться. Я так понимаю, райдент стоп-тауэр, вторая, теперь два вышка на топе. как-то крипов рядышком нет, не совсем я понял, как это произошло. не, у нас последняя вышка ой-ой-ой, кстати, плюс 12 тысяч, плюс 12 тысяч. Мирана, как же вовремя уходит от тени. госу-фортификашн, на вышке, которой уже нету. Но ничего страшного, тут в любом случае они как-то провстыкали этот момент и не успевали. Shadow Demon уходит у нас в полный саппорт, урна, мекка, ну, это под барабаны, тоже такой момент, когда у Винги закончится, и пайп. Смотри, сейчас у нас БХ находится на верхней руне, вместе с ним там Демон и Вайпер. ОБХ Баттлфури уже, вот это неприятная тема. Ну, почти, почти был. Ну, уже, уже есть, просто уже не прилетело счетом, в курице лежит в Братсворд. А, да, я просто вижу на нем только Персик и Поймор. Вот это время, опять, Shadow Demon, больше Адуфинд пытается раскастывать ульт. Это не улетел, кстати, в Братсворд. И, так, на иллюзию агресса. Shadow Fint манта. Shadow Fint все равно фармит. И опять у него полный стэк душ. Здесь очень нужно быть осторожными. Прилетает сейчас курица, заряженная полностью девайсами. Приносит худ демона, чтобы он лучше танковал. Пошла стрела! Ой, Сенкинк раскастовывал ульт! И как раз в этот момент вошла стрела. Очень клево было. Минус гем. Ставит вард. Минус кристаллы, минус гем. Там МКБ у Мираны это... То есть вот эта курица заряженная там на 100% девайсами она принесла очень много. Там МКБ и батлфурии и сразу такой вот этот денежный буст весь он влился в девайсы еще этого Сенкинга. Неужели он действительно раскастовывал ульт? А, нет. Он не раскастовывал ульт. Он просто бил рукой. Да-да-да. У него он собственно с кодочкой. Слушай, ну так дешево. На иллюзию из руны поймали. Это вообще что-то с чем-то. Да, я думаю это реванш удался. Соулкетчер на Тине. Демоник Пурш не скастовал по-моему, да? Да, только Соулкетчер. В любом случае Тине вынужден отступить и... В любом случае они сейчас зашли наверху а собственно у нас сейчас минус минус вышка. Да, и как же легко они сносят бараки. Тине залетает Соулкетчер пошел ультит Шадоу Финт. Ну, как-то не очень круто. Тине, тине, тине 300 хп. Посмотри на Шадоу Демона. Он вообще уходит на каких-то непонятных хитах. Вайпер пытается убить, но он стоит против всех. Будет ли минус 3? Нет, отдают... Ну все это ГГ. Минус 5. Это Рэмбо Вайпер какой-то, я не знаю. Стоял один против всех и при этом еще и всех убил. Минус гем. Надо было еще видеть БХ, который тоже как бы ворвался очень грамотно. И, и, и. Да, все, тине просто прогоняют. Ну, здесь минус сторона полностью. Еще и размен выгодный. Там по Галде разрыв чудовищный. Да, я думаю, реванш удался на 100%. 20 тысяч почти разница. Зажали, кажется, Дарксира сейчас иллюзиями. Он не может выйти. Вот выходит сейчас. О, Демоник Бурдж. С Мираной, но при этом просто очень быстро разбирает синие. И Дарксира ловят. Успеет он уйти, столпают перед ним. Нет. Ты обратил внимание, как Миран кидает стрелу? Он заряжает стрелу и через топ ее отменяет. Отменяет, отменяет, и когда чувствует момент, что пора выпускать, выпускает. То есть, два раза успел застопить эту стрелу и на третий раз спустил в Дарксира. Все, Шадоу Демон разрушает последний барак. Да. Я думаю, тут нереально вытащить. 38, 20, 37-ая минута. Демон Эдж Мирана и это будет, ну, если еще тысячу она нафармит, сразу Рапира. Без вопросов. Может быть, конечно, криты сварит, но, по-моему, здесь уже нужно быстро заканчивать. Ну, в принципе, у нее есть слот на то, чтобы сделать Айгис Рапира. При желании. Да. Я думаю, игра кончится раньше. Им только помешает забрать Роша. Шадоу Финт врывается! И ульт в ноль человек! Вот это вообще! Мне порадовала сейчас очень сильная реакция лавали на врывающегося Шадоу Финда. Винга просто успела выбежать пешком, Мирана лип, и Шадоу Демон остался до конца и просто посадил себя в кокон. Слушай, но, между прочим, не... А, успел! Успел все-таки забрать Финда? Нет, это Шадоу Демон забрал его ядом. Ага. Я просто думал, что Дахар все-таки до него успеет добежать и забрать ее карту. Ну, да, там одна тычка осталась, но там еще Шадоу Демон настакать где-то успел яд и уже просто отступая, находясь практически на середине карты, кликнул, видимо, релиз поезен, либо просто там прошел... Прошло 10 секунд, все. До свидания, Шадоу Финд. Мне интересно стат посмотреть по киллам 12-4 у нас. Вайпер, Сорока, А, А, Дазу, 14-3. Ну, Мирана здесь, конечно, доминирует абсолютно точно. Винга больше всех насливалась, но на то она и Винга и нужна, кого-то же нужно давать. Вайпер забирает ДД. Вайпер забирает ДД. Опять, кстати, да, опять ДД. Вайпер выполняет функцию танка. Я даже не буду отвечать там, игроки сами между собой. Да, не спрашивают насчет финала. Да, там следующий уже финал. Вайпер выполняет функцию танка. Как он вообще... Я вообще не... В голове не укладывается. Как может стоять один герой против четверых и у него полный ХП при этом. Его все бьют и ХП не снижается. Так, ну если посмотреть у него на Затар, так, БКБ, ВГ, Ну там ничего такого прям сверхъестественного нету. То есть, БКБ, Вангвард, ну и Манта, и ПТ на силу. Ну опять же, 2200 ХП не так уж и много. Тем не менее, он стоит... Может быть просто не хватает дамага? Ну просто, скорее всего, его прячет все время Shadow Demon, он вылезает, там, пока его начинает бить. Да и Даллас все-таки Мирана решил не рисковать никакими рапирами, но хочет наверняка. В любом случае, Даллас. Если сейчас рапира просто упадет, я не знаю. Натянет там, по-моему, или еще куда-то. Сэфа. Самый большой. Сэфа, да. Все, что сейчас надо. Так, хорошо. Мартин нам дал инструкцию, что делать дальше. Обязательно и последуем. Да! Ну, не смотри, сейчас будет за место с этим на Рошане. Подходит сюда Black Pigeon. Очень важно не отдать, не отдать, да, не отдаёт. И... Дарксир. Сэф прорывает опять ульт. На этот раз в двух попадает. Ничего не понятно, но кажется всё-таки... Уходит, уходит чуть-чуть Финн, успевает забрать Мирану, успевает... Я сейчас Вин-Вингу чуть-чуть, буквально на пипетке сидел на Скорб, и его тоже никто не отпустил. Единственный, кто у нас ушёл на... пытается уйти, это Тинни. Мирана выкупила не выкупилась, воскресла и за счёт счета, который выпал. Ну, логично, сейчас небольшие были. Ну, Тинни в любом случае убегал, у него слишком большой москвит по третьей ультой. В любом случае это минус бараки, там Сеншу, баунти-хантера. Очень интересный пик его реализации от команды Лабли. И ломают мид. Убирали 300 дамага, плюс криты, плюс МКБ, плюс сотку даёт. В общем, очень больно. Ставит, как раз, сейчас она вонту, и будет забирать в бараки. Ну, сразу трон идёт, чё тут тянуть. Да, говорят мне, что финал по решению команд, был один или было три, ой, стрела не долетает. Разрыв чудовищный. Закуплен. Быстро очень успевают забрать после прыжка кристалку. Вакуум. Мирану влетает, но Мирану, конечно... Нет, Мирану заберу. Мирану очень дохлая, и здесь, конечно, сложно проработать. Это не вайпер, который может стрелять под семью, но дэмэдж у Мирана не слышит. Как-то так получается, что Мирану работает по системе пистолетов, да, что-то вы выстрелить, и... Ну, я бы сказал, по системе пулемёта стоять, и стрелять, и стрелять, и стрелять, и стрелять, и стрелять, пока не... не убьёшь всех, кого-то можно. Смотри, по одному, по одному, Black Vision выбрали, выбрались, и... Да, это так всё. Просто... дураканин, считывая, что у нас полностью них вынесен... вверх вынесен нит. Вайпер тоже уже МКБ появляется, и сейчас будет финальный заход в смоках, и уничтожение команды оппонента. Есть ветра у Shadow Demon, да, Shadow Demon шикарную сборку сделал. он собрал себе ветра, собрал себе... Мека, Пайпа. Вот это стрела. Так, Darkseer тоже кандидат. Всё, просто не заморачиваемся. Хотя, подожди, всё-таки, последний замес сейчас патроном будет, но... загрызают. Там опять вайпер чудовищный, танкует. Вон, на этот раз получает ульт эсэф, но всё равно выживает, однако эсэф! Трипл килл! И просто бежать, бежать, бежать на репуш. Да ладно, эсэф, сделал трипл килл. Вот это его ульта. Смотри, там на Вингу, её закуп, два топора. Я не знаю, на самом деле, как это сейчас произошло, потому что я уже, как бы, прощался с стороны. Ну как, в меньшинстве напали, получили жёсткий проказ, на самом деле, всё равно трон наполовину уже снесён, и сейчас, я не знаю, как насчёт байбеков, кстати говоря. Нет, байбеков нету, но в любом случае сторону не пропушат. Единственное, кто мог бы встать, наверное, это БХ. Больше у нас некому. Танкуют кровь. А кто же выкупился? Садов демон, да. Да. Да нет, но никак не снесут, несмотря на то, что эсэф, конечно, демонический урон там наносит, чудовищный, но здесь демон уже дефит, и более того, есть и венга, которая там стоит на ХГ просто с барабанчиками, со своими. Здесь всё время будут две стороны давить, сейчас просто элавли соберутся, нападут на третью сторону, возьмут там осаду, вот как помнишь, в прошлой игре была осада, только здесь осада будет всё время нагнетаться тем, что будут две остальные стороны пушиться, и у трона уже нету вышек, то есть уже будут пахнуть очень сильно ГГ. Да, при желании просто можно будет пройти вынести трон, потому что МАЛОНСП останется, да, они придут убиты. 2000 у него. Пока ещё многовато, всё-таки там много брони, там есть фортификация, наверняка. Да, глиф есть. Глиф на трон есть, но всё равно все, просто все эти мои идут через низ. Да, но это логично, наиболее сейчас такое решение сейфово закончить это всё. Неравно в инвизе, немножечко спереди. Тоже БКБ хочет. Ну, потому что это единственное, что ей не хватает. Сейчас просто так получилось, что вайпер попал под улицу Shadowfin, да, с... Ну, БКБ у него кончилось, там уже у него пятисекундное БКБ и Финт... Тиня просит тавк на три минуты. Ну... Можно было бы доиграть. Ну, видимо, борется до конца, это же спортивный дух, а мало ли сейчас вытащить, представлять, что это будет такое. Всё-таки у них есть Финт, и это не так уж плохо. Да, там... ещё один подобный заход. Там 30 тысяч, там... жёстко всё. Но всё равно, смотри, если сейчас ситуация повторяется, и... на этот раз будет не, допустим, 4 к 3, а... ну, допустим, 5 к 2, да, представим такую ситуацию. Вполне себе могут, на репуш. Возможно, возможно. То есть... Я просто не представляю, как... Так, тут с Энджин Яша у Балантихантера, я просто не представляю, что должно произойти, чтобы разлетели сейчас с преимуществом в 30 тысяч айлавали, со всеми абсолютно кулдаунами, ну, непотраченными ультами, ничем. Это будет очень интересно, что же должно будет произойти. Тут нужно всё суперчётко сделать. Там СФ, конечно, почти МКБ. Слушай, МКБ у СФ. Сейчас он одного крипа убьёт, может... Уже Чикин готов ему принести демо-недж. С МКБ это будет... Ну, СФ по демиджу любого абсолютно героя здесь уделает за счёт того, что есть аура, за счёт того, что есть ещё души дополнительные. Ну, опять же, БКБ на исходе. Тут уже у всех по 5 секунд. Я не знаю, у Вайпера... Так, у Вайпера точно 5. Мирана его ещё нет. У кого там ещё есть БКБ? У БАУНТИ ХАНТЕРа 5. У СФ тоже 5. Да. Ну, ждём, когда вернётся Тиня. Так, Дайте, Барабаны, плейпмейл, дайгер. А, кстати, что там со второй части финала? Пока есть возможность на это посмотреть. А там вроде как идут игры. Как пахнет GG? Не знаю, как пахнет GG. А, у нас же ESL упал. Или он поднялся, он вновь поднялся. А, там MV Dota против Friends играет. То есть MV Dota у нас обыграли Notbet. Да, и сейчас они как раз играют с Friends. Мы эту игру не сможем посмотреть, потому что скорее всего закрыты апсы. Ну, если что, тогда сделаем как раз маленькую паузу. Так, нет, нет, пишет. Все, вернулся Тиня. И сейчас будем продолжать. Я думаю, сейчас будет очень интересный замес как раз на нижнем протекторе. Вообще, если AL хотят сделать все мега сейфово, они должны сейчас подождать, когда все лайны абсолютно, и мид, и топ, дойдут до ХГ, и уже потом брать осады. Либо вот так вот потихонечку, да, аккуратненько, не ввязываясь к боям. Сейчас невыгодно ломиться никуда. Потихонечку, минус вышки. У них есть две манты Вайпера. И тем более, вот, отличная тема с стрелой Мираны. Попадут в кого-то стрелой, можно сразу залетать. Это минус один гарантированно. То есть пять секунд он стоит и ничего не делает. Плюс есть ветра, плюс есть... И как раз, смотри, сейчас очень хитро прячется Финг. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда Винга, слаб. Минус Финга, минус Дарксир, однако, ну не самым лучшим образом влетели. Сейчас Вайпер отступает, Мирана также отступает. Тини поднимают воздух. Шадоу Демон здесь пытается сделать все, что может. Тут подходит артиллерия, самое главное. Как играют АЭЛ. Главный ДД, собственно, ушел в минус. Минус сейчас ТИИ. И в этот момент падает. Вот то, о чем я говорил как раз. Ты вообще видел, что произошло? Это меня просто убило. И скрипы по миду как раз прошли туда. Там замес начался. Сразу Мирана, как только получил и дэмэдж, и Вайпер, они отступили. Оставив на растерзание Шадоу Демона. Ну, Винга там отлетела от того, что в нее как раз попали все ульты. И когда все как раз более-менее закончилось, вернулся Мирана и вернулся Вайпер. И они уже просто через атаку убили там двоих. И Мирана опять же тут же липнулась в сторону. 20 на 5 Мирана. ГПМ просто 507. Баунти Хантер, 577. Мирана, 543, Вайпер. С ума сойти, какие значения? Даже у Шадоу Демона 350+. Да. Слушай, ну что ж, давай, наверное, сейчас узнаем, как там... Мирана.